Настоящий квест приходится преодолевать школьникам и малышам с мамами на пути к детскому саду в Заволжском районе Твери. Путем перегораживает огромные лужи. Причем даже знойное лето не смогло осушить Банный переулок, где появился этот искусственный водоем. Откуда он взялся и кто должен с ним бороться, выясняла наша съемочная группа. Живописную картину наблюдают из окон жильцы многоэтажки в районе перекрестка Банного переулка и улицы Паша Савельевой. Желтеющие кроны деревьев отражаются в глади искусственного водоема прямо среди проезжей части. Вот только эти романтичные пейзажи совсем не радуют ни автомобилистов, ни пешеходов. Эта дорога ведет к школе и соседствует с забором детского сада. А потому путь к знаниям для учеников и их родителей превращается в настоящий квест с преодолением препятствий. Молодая мама с коляской спешит встретить после уроков старшего ребенка. С такой дорогой и в спортзал ходить не надо. И так получается хорошая тренировка. Школа сороковая здесь. Это вообще какой-то дурдом. Нам приходится вот так, а колеса, соответственно, мы ломаем везде здесь. И садик здесь тоже. В садик тоже не пройти. Банный переулок соединяет улицу Паша Савельевой и Санкт-Петербургское шоссе. Помимо учебных заведений, рядом находится еще и городская больница. Рядом с ней не так давно была отремонтирована дорога и сделана безопасная пешеходная тропинка. Новый удобный тротуар на Банном переулке заканчивается в самый неподходящий момент. Сразу перед ним начинается огромная и глубокая лужа. Поэтому туфельки и ботиночки здесь не самая подходящая обувь. Чтобы миновать это препятствие, приходится обходить окольными путями. Либо носить с собой резиновые сапоги. Но почему-то среди улицы хороший асфальт резко заканчивается. И начинаются колдобины и ямы, которые заполнились водой. Предположительно, дождевой. Здесь есть небольшой скат и рядом ливневка. Под этим автомобилем откуда и сочатся ручейки. Здесь все время после дождя, все время лужа. Тут даже в жару лужа стоит. Хоть лодку бери другую раз, не пройти даже. Давно течет. Она тут уже, наверное, месяца два текет. Пойти вообще невозможно. Она еще сейчас уменьшилась. А до этого вообще была большая, когда дожди-то шли. Ну вот так мы вот и обходим. Все ходят вот так круговую. Вообще в 2022 году в Твери в рамках национального проекта ведется ремонт дорог, ведущих к 34 образовательным организациям. Данный проезд ведет сразу к трем важным социальным объектам. Детскому саду, школе и клинике. В нормативном состоянии лишь участок по пути в медучреждение. А что будет с оставшимся? Редакция телеканала отправила запрос в городскую администрацию с целью выяснить, на чем балансе эта дорога и на какое время запланирован ее ремонт. Адам Обжек, который ответственен за ливневые канализации, нашему корреспонденту дозвониться так и не удалось.